В конце XVIII века в России возрос интерес со стороны художников к народной жизни и национальным традициям. Живописцев стали привлекать не только костюмы и жилища крестьян, но также их обряды, занятия и развлечения. Аргунов, числившийся крепостным у графа Петра Петровича Щереметьева, был как никто близок к простому люду. Он всегда стремился изображать на своих полотнах красоту природы и внутреннего мира человека вне зависимости от его принадлежности к тому или иному соскому. Образ крестьянки на портрете передан с поразительной правдивостью и особым трепетом. Ее лицо с мягкими чертами и небольшие серые глаза полны сердечности и доброты. Чувствуется, что художник проникся искренней симпатией к модели. В построении портрета сказывается логическая ясность и продуманность. Фигура крестьянки слегка сдвинута влево и дана в трехчетвертом повороте. Соотношение частей костюма создают впечатление равновесия и устойчивости. Девушка наряжена в праздничный кокошник, серебряные серьги и красные бусы. Некоторые исследователи считают эти украшения доказательством того, что натурщицей выступала актриса крепостного театрографа в Шереметьевых в театральном костюме. Предположительно, Анна Изумрудова-Буянова. Однако в пользу версии, что на полотне изображена все же настоящая крестьянка, говорит этнографическая точность наряда. Он представляет собой типичный пример женского строя в московской губернии того времени. Простое происхождение подтверждает также бесхитростность девушки, открытость ее взгляда и неиспорченное надменностью выражение лица. Согласно еще одному предположению, слишком большой вырез рубахи и цветной пояс, подхватывающий сарафан, говорят о том, что перед нами не деревенская жительница, а городская, скорее всего, кормилица. Нейтрально-темно-оливковый фон, слегка высветленный с левой стороны, выгодно подчеркивает скульптурную точность тщательно прорисованных черт и оттеняет ее наряд. Парадная, но в то же время строгая палитра придает произведению ясную гармоническую совершенность. Белая, пурпурная и золотой цвета костюма хорошо соотносится с исходящей от девушки уверенностью в себе. Она не выглядит робкой или смущенной, скорее гордой и сильной. Кокошник на ее голове вполне может сойти за корону. Портрет отличается четкостью рисунка, строгостью форм и продуманной цветовой палитрой, что характерно для гласицизма и всех последующих работ Аргуна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok